Здравствуйте дорогие друзья и коллеги! Сегодня хочу вам показать вот такие красивые интересные цвета гель-лаков которые называются сирень это новинка торговой марки нико нагель и сейчас я вам покажу как они наносятся и для чего эти гель-лаки можно использовать в моем случае гель-лаки расфасованы вот в такие флакончики по 5 миллилитров гель-лаки достаточно плотные по своей консистенции и даже немножечко такие тягучие у них хорошая укрыстая способность почему же гель-лак называется сирень потому что при нанесении у него появляется необычная фактура гель-лак наносится как бы по жирной поверхности если немножечко подождать то рисунок проявит себя в таком трехмерном измерении на первый взгляд это выглядит немножко как бы может быть неопрятно как какой-то съежившийся лак нанесенный неаккуратно но на самом деле этот необычный эффект очень симпатично смотрится на ноготочках цвет который я нанесла сейчас это номер пять такой сиреневый красивый цвет по блику вы можете видеть то что эта поверхность абсолютно гладкая то есть гель-лак выровнялся оставив только контуры рисунка на самом деле поверхность ровненькая никакая она не пожеванная не помятая абсолютно гладенькая цвет номер четыре номер 13 и мне почему-то кажется что этот эффект больше похож на ткань которая называется органза повторю еще раз что поверхность абсолютно ровная то есть этот рисунок только изнутри такой неровный этот номер 9 гель-лаки можно использовать как в дизайнах так и самостоятельных покрытиях этот цвет номер восемь два последних цвета очень красиво горят в ультрафиолете неоновым отливом и не забываем что гель-лак мы наносим на ноготочки подготовленные и перекрытые базой для гель-лака в коллекции кажется 15 не буду врать не помню кажется 15 оттенков все оттенки подобраны таким образом что их можно сочетать с друг с другом то есть тональность этих гель-лаков схожи поэтому очень легко подходят для различных градиентов очень хорошо растушевываются и очень хорошо и красиво выглядят на ноготочках но это не последний эффект который можно добиться при помощи таких гель-лаков они смотрятся немножечко ярче и наносить можно в один слой в один слой они тоже смотрятся достаточно ярко и достаточно насыщенным смотрите как ярко красиво и насыщенно смотрится два последних ноготочка как будто бы в них лампочки вкрутили после полимеризации перекрываю финишем для гель-лаков есть еще один эффект который мне очень очень нравится при работе с этим гель-лаком наношу на поверхность можно нанести в два слоя можно сделать подложку из другого цвета можно сделать например подложку черную другим гель-лаком и сверху нанести это то здесь фантазия ограничивается только вашими возможностями теперь при помощи дотса и финиша я поставлю капельки я уже вам показывала различные капельки различную степень их растекаемости и это еще один из вариантов капельки растекаются очень очень необычно и и главное что материал не затекает за область кутикулы или не стекает по ноготочкам здесь проявился очень очень такой интересный объемный эффект поверхность при этом остается абсолютно гладкой теперь высушу в лампе какие же дизайны можно использовать имея такой гель-лак который называется сирень очень много и очень много интересных вот сейчас я перекрываю ноготочек белым гель-лаком для того чтобы усилить эффект высушу в лампе на одну половинку нанесу вот такой цвет розовый розовый персиковый это номер 9 как я уже говорила ранее а этот номер 8 и немножечко между собой их перемешаю как я уже сказала они очень хорошо тушуются между собой сверху поставлю капельки финишем небольшие и немного теперь высушу в лампе перекрою финишем финиш у меня без липкого слоя если ваш финиш с липким слоем то после полимеризации липкий слой нужно будет удалить сушу в лампе это гель-лава торговой марки никанагель очень хорошо на нее отпечатывается фольга можно забафить поверхность для того чтобы проще было рисовать тонкой кистью и гель-лавой я нарисую ну например рыбку несмотря на то что контур не черный и вроде бы как не очень заметный все равно на него отпечатается фольга потому что свойство этого материала именно отпечатывать фольгу буквально одну минутку просушу в лампе но вы можете экспериментировать потому что этот гель его пересушить невозможно он все равно отпечатает фольгу любом случае еще мне понадобятся вот такие стразы это стеклянные стразы номер у них ss3 это самые маленькие стразы да на видео не скажу что они самые маленькие но это самые маленькие у меня вот такая фольга золотая и сейчас отпечатаю на остаточную липкость гель-лавы вот так отпечаталась фольга нет никаких пробелов все идеально теперь перекрою финишем на невысушенный финиш установлю стразики теперь высушу в лампе вот такая интересная рыбка получилась очень несложный дизайн если хотите то можете дополнительно закрепить стразики чтобы они не отлетели как закрепить стразики я вам уже показывала в своих видео вот такой у меня был сегодня несложный мастер-класс если он вам понравился поставьте пожалуйста пальчик вверх мне будет очень очень приятно не забудьте заглянуть под видео там есть информация для вас с вами была Светлана Соколова до новых встреч пока пока здравствуйте дорогие друзья уважаемые коллеги меня зовут Светлана Соколова я мастер по маникюру наращиванию и дизайну ногтей и я приветствую вас на своем видео канале я снимаю ролики и рассказываю о новинках о материалах о продукции об инструментах об оборудовании я покажу вам разнообразные виды дизайнов которые дизайна